Сегодня увеличение объемов речных, пассажирских и грузоперевозок в центре внимания российского правительства. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии встретился сегодня с работниками Чебоксарского речного порта. Речпорт находится на правом берегу Чебоксарского водохранилища. Длина пассажирского причала свыше 400 метров. Одновременно может принимать до 15 судов. Помимо обслуживания флота, акционерное общество занимается добычей и оптовой торговлей нерудными стройматериалами. Песком, щебнем, гравием. Но самое главное для жителей Чувашии направление – пассажирские перевозки. По пассажирским перевозкам мы также работали и работаем в Козловской линии Козловск-Волск. Здесь, в Чебоксарах, работаем Чебоксары-Пляж, Чебоксары-Сосновка. По погодным условиям, конечно, вы сами видите, в этом году нас не очень радует. Но, тем не менее, мы проработали и те требования, которые к нам были поставлены со стороны администрации города Чебоксары, и мы сами с удовольствием отработали. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии вручил сотрудникам речь порта заслуженные награды, заметив, что показатели их работы лучше, чем в прошлом году, несмотря на экономическую ситуацию. Не каждый желающий может проплыть на теплоходы своей семьей, своими детьми во время летних каникул. Но в то же время, в динамике к уровню прошлого года, сегодня есть показатели, которые улучшились. Тем не менее, отметил Михаил Игнатьев, туризм – одно из перспективных направлений развития экономики. И в Чувашии много делается для привлечения как гостей, так и инвесторов. Ответственная задача в связи с этим стоит и перед работниками акционерного общества, ведь речной порт, въездные ворота не только Чебоксары, но и всей республики. На встрече обсудили и перспективы развития городской среды, социальной сферы благоустройства дорожной сети. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии рассказал о программах, действующих в этой области, заметив, что финансирование по ним не сокращалось, несмотря на сложную ситуацию. Елена Гальперина, Расиль Мухаммедов, Республика.